Не мучайте людей, вызовите хотя бы тех, кто поближе. Не зная территории, может привести к очень неприятным последствиям, затопите там все. Они сами мучаются, расходы у них растут, а вам-то с этого радости какой. Продолжаем цикл рассказов, характеризующий территории, которые нам близки и территориально, и исторически, которые мы уже достаточно глубоко изучили, много очень выполненных работ. Одна из самых, так сказать, намоленных территорий – это вокруг нашей базы. Это в районе Химки, Шереметьево, Зеленоград. Вот эта вся территория, которую я сейчас назвал, Зеленоград, Менделеево, Брехово. Здесь преобладают небольшие скважины, 30-40 метров. Одно время мы их даже делали за фиксированную стоимость. И сейчас продолжаем на тех местах, где это понятно, где есть выполненные работы, что очень удобно и заказчику, и нам. Здесь преобладают скважины на песок. Они характеризуются небольшой глубиной, высоким качеством подземных вод. В отличие от артезианок на этой территории, артезианки не очень. То есть они в основном с большим содержанием железа. Хотя бывают обратные случаи, но они достаточно редки. Очень важно выбирать исполнителей, которые близки к вам территориально. У них максимальное количество информации собрано по геологической ситуации, по химическому составу подземных вод, какой слой лучше, до какой глубины лучше бурить, какие сложности, какие. И время исполнения максимально быстрое будет. И для вас это удобно, и для нас. То есть к этим территориям также хочу обрисовать Красногорск, Нахабино, Дедовск. Здесь то же самое. Здесь в основном преобладают скважины на песок. Небольшие скважины. Можно сделать и артезианки по 100 метров, можно сделать 30-ки, 40-ки из песка. Из песка обычно лучше. Есть места, где не получается сделать небольшие скважины. Тогда на всей территории, которую я сейчас называю, здесь абсолютно везде зато можно сделать всегда 100-метровую артезианку. В некоторых случаях, типа как Архангельская, там в артезианках высокое качество подземных вод. Отличное, можно сказать. Правда, глубина большая, там по 120 метров, но вода очень хорошая. Практически питьевого качества. Это как раз тот случай, когда рассказывают про артезианки, какие они хорошие. Ну вот в Архангельском хорошие. Еще сюда же попадает район Мытищи. Все, что МКАД, вот легко добраться нам, например, быстро, от базы до места проведения работы. Это вот Мытищи и Пушкинский район. Очень благополучный район. То же самое, небольшие скважины, вот вешки на днях сделали тоже. У соседей у всех 80-90 с плохой водой, 30 великолепная вода. Задали на анализ, все очень хорошо. То есть по количеству воды много, вода хорошая. Делается быстро. Все, что делается быстро, оно всегда может быть и недорого. Всегда для заказчика. На определенных особых условиях, например, таких, как фиксированная стоимость скважины. То есть человек в самом начале не имеет никаких рисков. Он знает, что вот он столько-то денег договорился, ему сделают скважину за эту сумму. Все. Он уже может себя бюджетировать. Он же знает, какие расходы ему на скважину, на септик, на все остальное. Пойдут, пойдут, пойдут. Еще очень важное замечание. Маленькие скважины, они всегда делаются с адаптером. Мощность насосов невысокая. Обслуживает легко. Поднять насос, например, со 100-метровой скважины, это тяжело. Он очень тяжелый. А, например, скважина из песка, если 30 метров скважина, насос загружен, там, предположим, на 20 метров. Один человек подымает, стоя на земле, абсолютно не мучая себя сильно. Вот. Есть места, где я не рекомендую бурить артезианские скважины. Это как раз в районе Шереметьево, Лобня, Зеленоград. Там вообще не надо это делать. Вот поселок Некрасовский. Я сейчас на карту смотрю. Икша. Вот это наша первая категория, так называемая, там, где мы предпочитаем, да, где нам удобнее. Нам бы хотелось привлечь отсюда заказы. Фильм снимается именно с этой целью. Чтобы человеку рассказать, что мы с вами рядом, да, то есть мы рядом с вами находимся, поэтому вам удобно с нами взаимодействовать. Если что-то там бывает, какие-то оплаты по безналу, да, там требуются какие-то документы. То есть у нас есть офис, у него можно заехать, припарковаться. Подъехал на машине, забрал какие-то документы. Это для застройщиков бывает важно. Плюсы просто так в рекламных целях расскажу. Мы знаем эту территорию. Мы укомплектованы под нее. То есть у нас породорушающий инструмент, диаметры, трубы. Все собрано для выполнения вот таких вот, для эффективного бурения на этой территории. У нас, например, такие мелочи, вот вроде бы, да, грузовики сейчас на МКАД не пускают. Не все буровые компании делают пропуска на МКАД, да, там в Москву. Начинают мучиться, объезжать как-нибудь через третье транспортное кольцо. Они сами мучаются, расходы у них растут. А вам-то с этого радости какой? Никакой. То есть, соответственно, лучше брать людей, заточенных на эту территорию. Еще очень важный, например, момент, если фирма находится рядом с вами и происходят какие-то поломки, то фирма достаточно оперативно может заменить технику, бригаду заменить, сломанную технику, да. Еще очень важный момент, новая техника. У нас почти вся техника в лизинге, и она вся новая. То есть, соответственно, вот эти вот развалюхи, да, какие-то мы раньше на таких работали, на этом металлоломе. Очень тяжело работать и очень тяжело заказчику. То есть, это надо было когда-то перерасти. И чтобы сейчас эффективно выполнять, техника не ломается, ты уверенно делаешь, быстро, качественно и недорого. По разумным расценкам ты выполняешь очень хорошую работу. И за тобой остаются гарантийные все эти обязательства, договор, юрлицо наше. Все про него понятно, открыто. Соответственно, вы получаете вещь другого качества, да. Как бы быстро, качественно и недорого. Это если вы попадаете к нам на нашу территорию, да. Соответственно, мы сейчас применяем такой прием, когда делаем мини-базы. Я еще буду снимать про другие территории, где мы, наши ручки дотянулись там. Но пока что вот про ближайшую, самую избитую, так сказать, территорию. В нее входит Истра и все окружение Истры. Где-то там в радиусе, наверное, 15-20 километров от Истра. Это опять ближайшие к нам территории. Они все изучены. Еще хочу отметить особенность вот этой ближайших территорий к Зеленограду. Это Поварова. Там практически массовые, сильные самоизливы. То есть, очень много самоизливов. Тоже бойтесь приглашать людей в Поваровах, кто находится, за других территорий. Они могут про существование не знать раз. Поэтому они не подготовятся. Предполагает, самоизлив это авария. Мы про нем много снимаем, снимаем, снимаем. Не устаем, короче, снимать, потому что контент такой яркий. Много всяких интересных картинок. Товарищ, который снимал, сказал мне даже страшно. Вот на то, что сначала было страшно, сейчас привыкли. Так что, если люди приезжают с других территорий, базируются, предположим, в каком-нибудь Бронницах или там, черти где, где-нибудь в Серпухове, то мало того, что они территорию не знают, ездить им далеко. Что случится, они начинают бегать по 200 километров туда и обратно к местам базирования. Самое главное, не зная территории, может привести к очень неприятным последствиям. Затопить и там все. Остановить это тоже не все умеют. И место, так сказать, оно такое своего рода по Московской области уникальное. Повару – это мекка, так сказать, этих самоизливов. Это такое самое интересное место. Их много, они сильные, к ним надо готовиться. Так что, как рекомендацию, приглашайте, не обязательно нас, для начала, близлежащих исполнителей. Не ищите в интернете, забив бурение скважин. Потому что вам вся первая страница будет занята агрегаторами, спекулянтами, которые вас будут потом как-то пытаться продать. С неизвестным результатом. Плюс из всей этой второй страницы и третьей в Яндекс.Директе вы увидите очень много фирм. Но территориально они могут находиться где угодно. И вам само даже усилие перебрать, выбрать из одной. Их начинаете звонить, потом устаете, пока не нападаете на близлежащих. Мы, например, не поедем ни в какую там каширу. Мы самоубийцы, что ли. Я прекрасно понимаю, что я не знаю никакую каширу. Ехать до туда целый день. Заказчик сидит весь, чешется и говорит, ну когда вы? Ну уже подъезжаете. Любая поломка, она приводит просто к остановке работы. Колесо прокололе, все, минус день. Пока его там ехали полдня, пока что-то делали, все. Не набегаешься. Затраты идут, силы тратятся, время тратится, а пользы не возникает. Никакой от вашей беготни прока нет. А жизнь так устроена, что конкуренция заставляет всех бороться, не сидеть. И поэтому сидит какой-нибудь человек далеко-далеко от нас, от Зеленограда, выпадает заказ, ну ладно, съезжай, что сидеть, например. Это я про исполнителей, буровая называется. Либо одностаночник, либо там просто буровая компания, послать каких-то своих, чтобы не сидели. Пусть съездят. Это очень плохая история. Для вас и для тех, кто берется за эти голодухи. Сейчас сезон закончился, жирные времена прошли, лето прошло. Сейчас будет холодно, грязно, дождик будет. И будет мало заказов. Когда мало заказов, все начинают попытаться снизить цены там. Начинают дальше ездить. Если раньше они вокруг справлялись, загружались с себя заказами вокруг своей базы. Сейчас уже времена стали голодные и приходится далеко ездить. Но вы их как бы сами-то не провоцируйте, не мучайте людей. Вызовите хотя бы тех, кто поближе. Так что рекламируем нас. Мы лучшие, лучшие работы за разумные деньги. В районе Зеленоград, Красногорск, Пушкино, Истра, Мтеющий. Вот это все наше. Софрино. Это все самые любимые места наши. Так что в 50 километрах от Химок все наше. Заветен только нас. Мы самые умные и самые скромные.